Здарова! И сегодня у нас... Фури! Это сложный слэшер с интересным дизайном. Итак, графика здесь не очень, даже на максималочках. Да, её попытались сделать похожей на рисованную, но это плохо получилось. А чтобы добиться приемлемой частоты кадров в Full HD, мне пришлось сбросить настройки на минимум. Кстати, игра игнорирует внутреннюю настройку и использует разрешение рабочего стола. И хотя большинства этот глюк не коснется, но всё равно неприятно. Но картинку вытягивает дизайн. Анимация тоже сделана неплохо. Вот только шаги персонажа не совпадают с его реальным перемещением, и выглядит это очень странно. С другой стороны, в катсценах всё нормально, а некоторые сделаны на хорошем таком уровне. Теперь о сюжете. Это не самая важная часть игры, но всё же она присутствует. И в описании, в принципе, всё уже изложено. Вам надо сбежать из тюрьмы, попутно убив вообще всех. Ну и отлично. Всё это нам расскажет упоротый кролик и другие персонажи. Но наш протагонист просто игнорирует их. Хотя некоторая интрига в этом сюжете всё же есть. Местный же геймплей может показаться достаточно хардкорным. И даже на самой простой сложности есть моменты, когда надо будет подумать. А на средней сложности вам придётся буквально взламывать игровую механику, оттачивая свои навыки и запоминая атаки врагов. Да, у нас здесь всего два основных удара, у ворот и парирование. Но есть что-то вроде небольших комп и особенных атак боссов. И всё это надо применять вовремя и достаточно быстро. В общем, довольно динамичная игра, и против каждого противника надо будет подбирать свою тактику. Ах да, разработчики рекомендуют играть на геймпаде. Но и на клавиатуре с мышкой мне игралось достаточно комфортно. И пришло время подвести итоги. Не оптимизированная графика, но местами интересный дизайн. Сюжет присутствует и в принципе его достаточно. Геймплей может быть довольно сложным, и лично меня это заинтересовало. Вот и всё. Всем пока и подписывайтесь, если хотите узнавать о игровых новинках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok